Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить «Пенимак-2. Убийца королей». Вот. У меня просто... Что ж так орёты? Юмаё. Постройки музыки, пожалуйста. Вот. В прошлой серии она так закончилась, потому что в жёстком диске место закончилось. Да, я сегодня не очень последовательный, но да ладно. Ну-ка, простите. Так, всё нормально. Всё нормально. Открываем Саскию, живём. Да ё-моё! Так. В дроугу мы пошли. Не, ну с ними проблем нету. Они не очень такие вообще. Задобары! Задобары! Ну что там? Ну что там? Нифига себе! Задобары! Задобары! Это Филиппа! Она показывает нам дорогу! Филиппа Эйхард? Ладно. Потом у меня к тебе будут вопросы. Так, а ну-ка, подожди. Чё-то... Чё-то у меня замечет, куда он одет. Сопротивление горению. Ну пока на этот корпус я не буду ставить. Кайлерен. Призраки? Они боятся серебра. Я вас прикрою. Помогите! Заткнись, Дхайне! Как они проходят через... Барьер совы? Это для меня остаётся тайным. Ну да ладно. Ооооо! Оооо! Призрачное поле брани. Да уж, это... Интересно. О твою мать. Да не того! отрабатываю по призракам которые совушке жить не дают я не я не дели не вот холера нормально они не могут сюда зайти так у меня даже левел поднялся это здорово так че тут есть установление энергии в бою убивать стрелы заманал я его отбивание ваше че здесь шанс убить одним ударом да конечно это что это прокачаем что я много уровней поднял дальность перекатов и кувырков затраты энергии на блок да 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 давайте качать но все как бы 14 уровень алхимик действие эликсиров урон бомбами химика качать не буду знак а а акси вот акси надо будет качать потому что это наше убеждение позволяет очаровать акси противник вот это здорово немножко акси придется качать это как наше красноречие соответственных ролеплей игр ну давай же филиппо вытаскивай нас отсюда хорошо сова вообще держит отлично ой 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 кударо Чёрт Хорошо Да вытягивай нас уже быстрее, ну Мне неуютно здесь находиться У меня голос немножко охрипший, но... Да ладно На прохождении это в принципе не отразится Вот он, вот он уже в идее Всё, сдох Не-не-не, ребятушки С Филиппой Эйхар Вы не пройдёте Но, по-моему, она же и заварила всю эту кашу Она применила какое-то массовое заклинание Уже недалеко Если я, конечно, не ошибаюсь Чёрт его знает Всё возможно Чё, мы победили? Да, Филиппа Эйхар Ненавижу летать в тумане Саския Хватит, Филиппа Ты сама говорила, что он не виновен Саския Народец-то волнуется Сперва солнце погасло Потом белки Теперь это мгла Для них уже слишком Верно Собираю всех командиров в зал совета Йорвид, дай мне немного времени Я подготовлю их к твоему появлению Ведьмак, Филиппа Вы должны присутствовать Я хочу услышать, чего нам ждать от этой аномалии И как от неё избавиться Выше головы Не сомневаюсь, что славный Белый Волк И столь же славная Филиппа Эйльхард Справятся с парой сотен бешеных духов Окей Я бы не был, конечно, столь уверен в этом Но, конечно, мы справимся Куда мы денемся? Только это будет непросто Ну да ладно Ну чё, будет вывеска с надписью Добро пожаловать в Верген или нет? Я хочу видеть всех командиров в зале совета Ведьмак, Филиппа Вас это тоже касается Сесиль, пока мы не закончим совет Ворота должны оставаться закрытыми Отвечаешь за это собственной бородой? А то бороду срежу Добро пожаловать в Верген, ведьмак Спасибо Спасибо Это здорово Скалин Покажи мастеру Геральту его квартиру А на обратном пути зайди в покои преподобного Ольшана И расскажи там всем, что с ним стряслось Значит, он пал смертью храбрых в бою с агрессором И всё такое Вот именно Видишь, мастер Геральт Молодой, а башковитый Выйдет из него краснолюд Понятно Ладно, что, пошли Краснолюд Ярпина, Зикрита А, это понятно У меня ещё один новлап Чарти-то вроде прокачаны Снижение урона Да успеется, я думаю Или всё-таки снизить Я думаю, аксий Можно Очарованный противник Получаю на 20% Но я типа как знаком им не пользуюсь А вот именно Очарованием Как В диалогах Ладно, давайте снижение урона качать Чё уж то Это что? Здоровье плюс 25 Позволяет наносить Урон Нескольким противникам Скорость восстановления энергии в бою Много чё тут надо качать Позволять из путя мечнику Ну да ладно Открывай калитку Да чё ты мне ничё не рассказываешь? О, ещё один Вот ту роду Пусти одного человек Другого чутьнее За ним уже сотня приползла Как муравьи О! Говорят, человечья баба едва к мужику подсядет Так у неё уже брюхо вздувается так ну чё где моя квартира такой скучный вообще экскурсовод ну ладно дайте побежал вот твоя ведьмачья комната люди говорят сам зелькер из гулеты отдыхал на этой кровати пизель гирк правда счастья это ему не принесло но хоть выспался перед смертью что-нибудь еще нужно спасибо скалин подожди так искали дядюшка сэси я помогаю ему управлять вергоном меня зовут скалин бурдон ну здорово скалин бурдон ты не хочешь побороться на руках стали борешься со мной на руках почему бы и нет я бы это с удовольствием проверил не так быстро у меня свои принципы если положишь ярпина и шелдона тогда и поборемся а ярки на и шелдона понял значится так идем сначала бить морды в трактире потом искать ярпина и шелдона но как если попадутся на пути то да ладно не бойся его с каких это пор дворяне дерутся с крестьянами такие уж времена саски ставят крестьян на одну доску с нами хотя известно если собаку один раз пустить в покое обратно в будку я нипочем не загнать и мне об этом судить главное на этих боях можно хорошо заработать вы не поняли бы принять участие конечно хотел каждый участник вносит свою ставку чем больше бою выиграешь тем выше ставка если хочешь с кем-нибудь бороться выкладывай монеты вас записать на следующий бой или хотите просто поглазеть записывать подыщите мне достойного противника для начала деритесь с новичком выходите так сперва деньги покажите для держит двадцатку в таком случае я начинаю принимать ставки ну и я тут новичок вот это новичок ну на получи че не похож он на дворяшку не бойся его слишком дешево одеть и лег быстро и промеж глаз наконец-то я вижу мастера не дуболома а настоящего профессионала все ставят на вас ваш авторитет растет милостивый государь я только один бой провел возможно выигрыш вы готовы к следующему поединку идущите мне достойного чем лучше противник тем лучше за пятьдесят монет в таком случае я начинаю принимать ставки кончай обниматься давай решать решать давай хорошая озвучка ну а падайте уже но этот есть следующий было на что посмотреть прекрасный бой поздравляю с победой наш авторитет растет милостивый государь легко и не принужден давай прекрасно это самый сильный мужик какого мне доводилось видеть он на пахоте лошадей насмерть загонял а на боях столько денег заработал что ему теперь и дворяшки завидуют ставки на стол поторопитесь пока не поздно ну давай слышишь шестьдесят я прошлый бой за пятьдесят провел в таком случае я начинаю принимать ставки ну поехали давай сюда этого самого сильного мужика а наемник ну тогда понятно почему он сука денег поднял крутой гора мяса свершая какие то новые камбушки будут потому что тупо пить его бить его вот так ладно окей самый сильный мужик наконец то я вижу мастера великолеп похоже больше нет желающих драться с новым чемпионом и тут вы глубоко заблуждаетесь рыцарь зильград он самый вы же всегда называли такие бои фарсом для простачков истинный рыцарь встречается с другим рыцарем в окружении достойных мужей и прекрасных дам я вызываю тебя ведьмак поехали никогда не забуду того что творил на турнирах зельдкирк у моего брата было множество возможностей чтобы доказать свое величие к сожалению мир катится псу под хвост и теперь чтобы доказать свое мужество рыцарю пришлось бы мериться силой с холопами но я вижу что среди вас есть некий ведьмак рот его невозможно равнять с моим однако воинское искусство наше вполне соизмеримо может быть когда он падет к моим ногам вы убедитесь что я не только брат зельдкирка я прославлюсь как зельград гроза ведьмаков я вызываю тебя ведьмак по ебалу получишь дворяшка там и два кошелька золота и уверяю тебя зельград не вызывает на поединок первого встречного поехали хочешь доказать что ты ровня своему брату лучше покажи на что способен ты сам к бою не спеши стоянно шума ебал так подождем подождем спокойно немножко немножко внимательности я думаю не помешает пропустить один удар было неприятно честно вам скажу ты победил добей меня ты ничтожество я не убийца мы просто дрались на кулаках лучше бы я умер от твоей руки ну да это был честный поединок как ты и хотел ты ничего не понимаешь ты уничтожил мою репутацию ну да я набил тебе морду и получил много денег твоя репутация меня не интересует мы еще встретимся зельград не прощает унижение ты мне похуй мои поздравления победителям благодарность побежденным милсдаль геральт вы показали воистину высокое воинское искусство поединок с вами это честь разделим выигрыш окей мы неплохо заработали так ну давайте теперь убираться отсюда это вообще что за ведьмак такой бродит по свету убивает чудищ за деньги дэм вроде человека вроде чудовища вот такие они ведьмаки ладно пошли Верген кстати каменная крепость построенная дворфами так куда мне надо мне бы попасть на совет ну как все обдумал да я не знаю как мне туда попасть собственно где квест там вообще столько торгаши чего тут думать Йорвид не просто оборванец без рода и племени эльфы болтовни много а ладно военный совет Йорвид не такой у нас такого командира веками не было а от деревь да да геральт из реви тот самый ага все ведьмаки на одно лицо но вот мечи у вас что в них такого особенного а то ты не знаешь мало кто сумеет выковать хороший клинок из серебра чтоб меня куницы заели если я вру нанести на лезвие такие руны это тебе не в лужу пернуть посмотри что у меня есть а я взгляну на твое оружие ну ладно чё кости я играть не любитель давай покажи что есть ни хера себе короткий айдирнский меч красный меч айдирна 1928 вот этот я беру вообще офигенно они все на кровопотерю такс давай я тебе продам вот эти вот метательные наши что у меня тут есть вот этот меч забирай вот этот камзол здоровье здоровье снижение блока кровопотери можно еще добавить дополнительный урон от знаков с сопротивления оленью ожог интересно у меня есть еще руны огня ну судя по всему нет тогда надо взять сколько стоит пятьсот давай ч ч я думаю на этом все а не подожди руна земли руна огня метеоритной руды ни хера себе вот это вот это мечи конечно у тебя блин вот это да тридцать 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 два шанс убить с одного удара сколько ты хочешь двести монет да держи а у меня даже денег нет офигенно огня ну вот в принципе все я просрал по итогам да денежек нету текст 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 руна огня держи в этот меч это я не буду ставить серебряный меч у меня и так неплохо здорово немножко прибарахлились вот этот можно продать этого я не говорил но он очень дешевый давайте его еще продадим и пойдем тогда уже на совет за 19 монет офигеть хочу купить вот этот вот чертеж у тебя серебряного меча делаем вот тридцать тридцать два ну блин у меня бабла нет давайте ладно бомбы продадим еще мне вряд ли все равно хватит но почему бы и нет вдруг хватит так из этого мы ничего не продаем трофей накер ну вообще ничего не стоит ты не забирай почему нет масла вот маслами я не пользуюсь вообще совсем ну против призраков ладно трупоедов забирай украшение для меча это что травление неплохо дополнительный урон от знаков забирай есть у меня теперь публика тридцать тридцать два это лучший серебряный меч который я могу найти по идее серебряные руды мне не хватает а не мне всего не хватает судя по всему так посмотри что сделай ко мне одну вещицу и где он этот серебряный меч ч ч да мне не хватает серебряные руды и мне не хватает красные метеоритные руды у тебя это все есть давайте ка я пошарюсь пока у него по магазин ладно хрен с ним по итогам я нищий ну да ладно сойдет купил две штучки руды красные метеоритные но по крайней мере я смогу накопить себе на меч рано или просто воу нифига ты не проспорил шнапсу не будет хрен тебе а не шнапс текст а где совет то блин это карта это полный полный просто я отсюда смогу спуститься или как обычно вообще все через одно место вот тебе и покой вот тебе и мир привет ведьмак здорово а че там че то было корень сейчас мне все приведется потому что у меня нет ни денег ни ресурсов для мечей ну меч один я купил хороший мы таки попали на военный совет давайте ка послушаем че тут скажут вы пропустили неплохую драку можно было убить самого короля дело дошло до поединка принц был ранен вы видели магическую мглу которая опустилась над полем битвы для всех кто еще сомневается сразу скажу что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы скорее всего мы имеем дело с проклятием крови могущественным и очень древним заклятием мы не знаем пока кто его наложил и почему на сегодня у меня есть одна хорошая новость и несколько плохих хорошая новость в том что Хэнсельд и его армия на некоторое время задержаны мглой а плохие облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген кроме того из него могут выходить призраки может управимся с ними народными средствами топором по башке теоретически это возможно но я бы советовал запастись посеребренным оружием кроме того духи вероятно слабеют удаляясь от мглы можно их изгнать как-нибудь обряд там провести этим займемся я и ведьма Геральт из Ривии убийца короля который вопреки досужим сплетням короля не убивал да конечно нет он и мухи не обидит посмотрите в эти глаза сразу видно какая у него тонкая душа мало кто разбирается в проклятиях лучше него я не собираюсь объяснять вам суть этого явления но скажу вам несколько простых вещей ну вот начинается никому нельзя приближаться к призрачной мгле это смертельно опасно кроме того нам придется ознакомиться с историей битвы и здесь я особенно рассчитываю на помощь уважаемого Сисиля Бурдона я к вашим услугам благодарю чтобы снять проклятие нам под у ты железняк с тех пор валяется больше чем у Сисиля Бурдона в шее в бороде я так думаю против проклятия лучше всего думать предоставь мне почтенный Зигрин а сам лучше помолчи все предметы должны быть магически активны и связаны с душами павших это все если еще кто-то не понял все должны помогать Филиппе и Ведьмаку что ты там бурчишь Ярпин что-то у меня в горле свербит выпей вина а теперь займемся более приятными делами Ярпин сколько у нас людей Сасгия ты хорошо знаешь сколько краснолюдов под две сотни но мы не числом берем крестьян будет с полтыщи ну по правде говоря тяжко их сосчитать господа пятьдесят три рыцаря и двести кольчужных воинов мало у Хенсельта пять тысяч солдат это значит пятеро на одного что вы об этом думаете ну чё нас мало я двадцати пяти стою но у нас есть стены низкие правда но если бы у нас были лучники то кто знает сюда бы полк тяжелых лирийских лучников есть получше есть кое-что получше эльфы Йорвита с коэтаэли господа Йорвит чего ты тут ищешь душегуб сто лучших луков с севера ждут твоих приказов убийцы драконов хотели лучников так вот они брататься с эльфами мне не по вкусу только вот в драке любая палка пригодится даже если она в говне измазана в моей дружине достаточно людей у которых он сжег деревни свободные крестьяне это одно а преступник которого разыскивают во всех королевствах совсем другое в этот раз ты перестаралась Саске скажи и мы сразу уйдем послушайте Йорвит пришел чтобы сражаться за меня я доверяю ему и знаю что он нас не предаст точно так же как каждый из вас откуда вам барышни это знать это шельф у него измена в крови он сражается с людьми испокон веков но впервые за несколько десятков лет его борьба обрела смысл скайтаели не знали мира они умирали за нильфгаард за долину цветов напрасно они были преданы и обмануты теперь у них есть цель долина понтера может стать первым государством в котором люди выходя за городские стены смогут не бояться эльфских стрел а эльфам и краснолюдам не придется жить в резервациях но сперва нам нужно выиграть битву вы знаете кто идет на нас войной это превосходная армия испытанная в боях обученная умелыми командирами их не получится ни напугать, ни победить мы должны их уничтожить всех до единого поэтому я хочу чтобы Йорвит сел с нами за этим столом я хочу чтобы он убивал за нас коэдвенцев и я уверяю вас он будет делать это с улыбкой слово за вами если мне доведется увидеть улыбку на этой точке роже я согласен пусть Йорвит остается пес его тери отец мой в гробу перевернется ну что поделать надо так надо я за я против ты убил моих людей эльф помнишь? если бы я их не убил убили бы меня будь по вашему во имя лучших времен и на погибель коэдвенцам я за смерть ублюдкам да здравствует Саския отрава а это яд она умирает ну твою мать ну что за говно я возьму все необходимое и займусь ей мои лучшие воины станут на страже быстро мужики давайте носилки ну блин здорово прибыли красавчики молодцы справились защитили блять она перестала колдовать у нас проблемы да Филиппа что с Саскией она жива? да я замедлила ее жизненные функции сейчас ее состояние стабилизировалось что за яд ты знаешь что это за яд? тау мотор в народе известный как маченик у него очень дурная слава должно быть какое-то противоядие что мы можем сделать? для лечения потребуются травы магия и кровь могу предположить что кровь необычная именно так я имею ввиду кровь королей ну пенис вот где пригодился бы лето зачем нужна кровь ближайший король находится за призрачной мглой именно король нам не нужен правящий монарх важен генотип то что называется голубая кровь короли происходят из древних родов чтобы выжить властители должны были отличаться необычайным здоровьем и силой приток чужой крови в королевских родах всегда был невелик а потому мощь их генов все еще сильна я применю генную терапию и научу организм Саски как избавиться от яда ты велишь ей пить человеческую кровь? я введу кровь ей прямо в сердце здорово что за травы? мне нужна подземная разновидность пурпурные наперстянки ее еще зовут краснолюдским бессмертником найдем и эльфская роза памяти и такая есть где взять этот бессмертник? он растет глубоко под землей но с ним сложностей не будет в Вергене есть шахта чем он поможет Саски? маченик вызывает сильные повреждения тканей а бессмертник ускоряет регенерацию у Трис тоже была роза памяти она уверяла, что это крайне редкое растение в давние времена аэнсейдхе, которым удавалось вырастить розы памяти пользовались большим уважением времена изменились эльфы тоже в окрестностях Вергена никаких эльфских садов нет придется возвращаться во Флотзам роза памяти из Флотзама есть у Трис осталось ее найти ну да, поехали что еще нужно для операции Томатор обладает способностью к саморазмножению вторжение в среду зараженных клеток запускает цепную реакцию это вирус, блять, или яд? в окруженной клетке появляется десять новых чтобы прервать этот процесс мне потребуется нечеловеческая сила лучше всего подошли бы гении воды или воздуха или одно из двенадцати легендарных колец всевластия и одно, чтоб лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли а мне потом босиком по вулкану бегать, ясное дело о ладно, ладно забыли о кольцах мне потребуется большая доза силы не важно откуда найдите что-нибудь бессмертник, роза памяти, королевская кровь и магия звучит как в сказке скверной сказке не хватает только поцелуя принца для меня главное, чтобы все хорошо закончилось как в скверных сказках я могу рассчитывать на твою помощь, Геральт? да что с битвой призраков? сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саски потом займемся духами в принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой поговори с местными о битве может, разузнаешь что-нибудь полезное? я попытаюсь найти отравителя хорошо, Йорвит у тебя с этим довольно таки я думаю, успешно получится потому что ты ведь все-таки эльф сюда может войти только Филиппа Эйльхард понял я, понял стоп, что там в ящике блин, здорово, что тут столько всего валяется то есть я могу это все сейчас пособирать и да-да, уже продать заработать немножко денежат это будет здорово но, дорогие друзья, пожалуй, на этом мы и закончим сегодняшнюю серию всем спасибо за просмотр увидимся в следующих роликах всем пока, до новых видео до новых встреч